Доброе утро, Саша Стефан, но я думаю, что о конкурсе лидера России слышали многие и вообще его называют, это масштабное состязание называют таким социальным лифтом, который помогает подниматься самым амбициозным управленцем вверх. Вот в этом году было подано несколько сотен тысяч заявок. Если смотреть на прошлый опыт, кто-то из победителей стал губернатором, кто-то заместителем министра. Вот такие вот перспективы в этом году уже определили 30 победителей. Есть два крымчанина из них, и оба они из Ялты, и один из них у нас в студии. Самвел Сруханян, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что эта площадка вам дала для саморазвития? Вы какой опыт смогли принять оттуда? От коллег, от друзей? Опыта очень много, интересного. В первую очередь осознаю, что в нашей стране действительно есть сильные лидеры, управленцы. Будущее нашей России не под угрозой. И очень важно, что это командные игроки, потому что всех ребят учат правильно соединять команды, правильно управлять ими и двигать их вперед. Кстати, мы совсем недавно работали на конкурсе «Мастера гостеприимства». Это одна из платформ «Россия – страна возможностей». Также это президентская платформа. И вот, вы знаете, для многих участников интересен сам процесс. То есть даже не то, что оценка эксперта. Конечно, она важна, безусловно. Вот для вас лично, что было самым ценным и важным? Я шел, честно говоря, за одним посмотреть на свои компетенции, оценить их и понять, насколько их можно и нужно двигать вперед. Но получилось, что много знакомства разного, много интересных, нестандартных кейсов и решений, понимания, какие проблемы вообще в России существуют. И теперь такой менталитет сильно кругозор расширился. А как вы считаете, что вообще необходимо для сильного управленца? В чем сложность этой работы, этой сферы? То есть вы можете видеть сильные черты людей? Вы этому научились? Ну, это точно видишь. Это вопрос сильные для себя черты людей, которые тебе нужны для достижения результата. Потому что для многих это разные, разные истории. Самое важное для управленца – уметь мечтать. Чем дальше, чем четче ты мечтаешь, тем вероятнее наступит тот результат, которого от тебя многие даже не ждут. Второе – нужно научить ребят вокруг верить в твою же мечту и сделать из них единомышленников. Все остальное в книжках написано. Я думаю, что еще можете пожелать молодым, перспективным? Стоит ли пробовать свои силы? Точно стоит. Честно, мне очень бы хотелось, чтобы крымчан побольше в этом конкурсе участвовало, чтобы многие ребята выходили, пробовали себя и понимали свои границы. Наша задача – как раз эти границы расширять. Полностью поддерживаю. Спасибо огромное за то, что вы пришли в нашу студию. Всего вам доброго. Спасибо. Стефан, Саша, вот такой интересный диалог у нас получился. У вас случайно не появилось желание стать одним из лидеров России теперь?